Девушки отдыхают После массажа едет и делится впечатлениями, рассказывает, как же ей все это дело понравилось. Приехала она к Жене Бэй и говорит, Артем сейчас в храме. В смысле в храме? Она же говорила, что у Артема вещи не высохли, и поэтому он не поехал к ней с отцом и с Ульяной. Или для того, чтобы поехать к Леле, вещи не высохли, а чтобы пойти в храм, уже все благополучно высохло. Как-то, согласитесь, мои хорошие, не складывается пазл. А дальше наша Леля поехала в пиццерию есть вкусняшки. Знаю, кто-то скажет, и что? Имеет право, согласна целиком и полностью, имеет полное право наслаждаться жизнью, деньги на то и нужны, чтобы их тратить. Вот только при чем здесь зрители? Зачем потом, знаете, вводить, как говорится, да, имея возможность ходить в кафе, на массажи, в сауны, ни в чем себе не отказывать, сидеть и просить на стримах, чтобы тебе помогали, подавали деньги на помощников, на летнюю кухню и так далее. Значит, значит, получается, ну, не делай столько трат, которых можно, в принципе, избежать, правильно? Не покупай столько игрушек своим детям. Не ходи в кафе, не ходи на массажи, откладывай эти деньги. И в таком случае не надо будет просить у посторонних людей. А как же другие люди живут, которые те, да, те самые, которые рассчитывают только исключительно на себя, а не на других? Вот мне интересно, те дурни, что ей донатят, они-то когда последний раз были в кафе или в сауне, или когда последний раз ходили на массаж? Думаю, что очень и очень давно. Но продолжают усиленно донатить. Ну что ж, это, конечно же, их дело, как они пишут, назло вам, хейтерам, будем слать Олюшке деньги. Господи, да нам-то что? Мы посмотрели, посмеялись над вами дураками, покрутили у виска и забыли. А вы давайте-давайте, отрывайте от себя и от своих близких, ну, раз вам не жалко. Одна даже написала нам, что вот, мол, вы, голодранцы, сидите, молчите. А она, мол, такая богатая. Так что ж вы такие богатые шлете, Лёльке, свои копейки по 50 да по 100 рублей? Она вам уже сказала в открытую. Последний стрим заработал 33 тысячи рублей. Я надеюсь, что и впредь будут такие же хорошие донаты. Так что давайте, раскрывайте пошире свои кошельки. Вот эти свои копейки оставьте для себя по 50 и по 100 рублей, а Лёльке начинайте донатить уже с тысячи. В общем, да. А мы еще, получается, и голодранцы. Нет, мы не голодранцы, мы просто с головой на плечах, а вы без. Вот и вся разница между нами. Далее привезла Лёличка гостинцев Ули и Артёма. Молодец. Забрала своих детей и отправилась домой. Ну и короткий ролик я еще посмотрела с младенцем на руках. Лёлька, как всегда, сидит лохматая, так смешно. Держала Веронику на руках и одним глазом все подмигивала. Словно, знаете, кому-то давала какие-то позывные, какие-то знаки. Надеюсь, этот кто-то все-таки Женя Б, а не какой-нибудь другой мужчина. Например, батюшка. Ну, тот батюшка, который шоумен, да, со средством от запора. Который опять, насколько я слышала, открыл канал и решил устраивать шоу на Ютубе. Не, Лёль, тебе такой не нужен. Он такой же непостоянный товарищ, как и Женя Б. То же, то открывает каналы, то закрывает. Женька, конечно, Женька, конечно, его сделал, он делал это еще чаще, он раз 20, наверное, закрывал канал, раз 20 открывал. Но, блин, Женя все-таки свой, все-таки родной, и у тебя от него аж целых семеро детей и 10 лет совместной жизни за плечами. Ну, еще один влог, друзья мои, который мы будем с вами обозревать. Вы знаете, этот влог меня просто потряс, потряс, да. Я была просто зла и на Лёльку, и на этих хомяков, и на многих-многих других. Влог о детях, о государстве и о машине. Вы знаете, друзья мои, вот Лёльку хлебом не корми, дай обосрать Женю Б. Если она в ролике не сказала плохо о Жене Б и о хейтерах, все, весь день прожит зря. На сей раз, усевшись в свою машину, которую уже 100 лет в обед, ей уже лет 20, да, она опять посетовала на то, что машине нужна замена колодок. Мол, машина разваливается на ходу, а во всем виноват Женя Б, который покупал не машину, мол, а кота в мешке. Знаете, я как водитель с большим стажем больше не могу слушать вот эту вот лабуду и бредятину, как я говорю, про ее машину и вложение в эту машину. Начнем с того, что ее машина старая. Но такие вещи, как масло, фильтры, колодки и так далее, это расходники. И они меняются в любой машине, хоть она новая, хоть она старая, неважно какая. Лелька, заканчивай вводить людей в заблуждение, которые не понимают что-то в машинах. Так вот, Женя здесь, Женя Б здесь точно не виноват в том, что полетели колодки. Это расходный материал. Хотите новую машину? Ну, продавайте, Леля, старую, покупайте новую. Какие проблемы? Вам даже для этого, в принципе, можно и кредит не брать. Но представьте себе, что, знаете, вложений в новую машину будет еще больше. Чем дороже машина, тем больше она требует денег. Вот нам приходится платить за новую машину, да, обслуживая ее на официальном дилере, пока она на гарантии, а это приличные деньги. Нам приходится платить по сто с лишним тысяч каждый год только заказка, да? Так что любая машина требует вложений. Но нет, Леле надо разжалобить своих хомяков, чтобы они ее пожалели и подкинули ей на машину. Я так понимаю, не за горами донат на новую машину. Так что готовьтесь, обожатели, как говорится, да не скупитесь. Вы же пишете, что вы не голодранцы. Вот и покажите всю вашу, как говорится, полную дурь, я бы сказала, да. Приехала Леля в соцзащиту знать, какие выплаты положены все-таки их семье. Пока она шла в соцзащиту, она продемонстрировала нам свой лук, свой маникюр. Ну, а далее наманикюренными пальчиками показала, сколько получает, сколько ей положено на детей от нуля до трех, да, от трех до семи и так далее. Пришла уточнить Леля, а вдруг она знает не обо всех льготах. Вдруг, так скажем, какие-то деньги, не дай бог, проплывают мимо Лелечки. Льгот у многодетных семей немало. Есть, конечно, и такие, которые не положены обычным семьям, в которых один или двое детей. Соцконтракт Леле не положен, поскольку ее доходы значительно выше, чем положено. Да, Леля говорит, жалко, мол, что вот у меня не получается, я не нуждаюсь. Да, Лель? Нуждающиеся люди на массаж не ходят, на маникюры не ходят, по кафе не ходят, по саунам тоже не ходят. Ну, в общем, как-то так. Далее стала говорить, я, мол, на детские деньги, не работая, жить не могу. И прокормить детей на детские деньги, не работая, тоже не могу. Лель, очнись. А детские деньги государство выплачивает на детей, а не на взрослых. Не для того, чтобы родители сидели дома и не работали. Это к работе родителей не имеет никакого отношения. Хватит уже количеством детей пытаться выехать. А как же те, у кого один или двое детей, всю жизнь люди вкалывают, чтобы своих детей одного или двоих поднять, и им за это вообще никаких льгот, как у вас, и близко нет. Им компенсации детского сада 70% нет, компенсации коммунальных услуг нет, бесплатного питания в школах, в университетах тоже нет, такого количества маткапиталов тоже нет, да, и так далее, и многого другого. И ничего, живем, не жалуемся, работаем всю жизнь, да, и на государство жалуемся меньше, чем все остальные. Вот честно, реально противно смотреть, когда люди, у которых есть деньги, причем деньги немалые, я даже про Лельку, да, вечно хотят, чтобы им кругом где-то что-то давали больше, 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 больше. Но Лелин и хомяки в комментариях просто так оживились. И машину Лелечке обязаны выдать, и квартиру ей обязано государство, и землю ей должно. В общем, по их мнению, Леле положено просто абсолютно все только за то, что она родила десятерых детей. Они ее уже записали в матери-героини, причем сами, и сделали из нее сами почему-то мать-одиночку, да. И, знаете, хает во всю там государство на ее канале, мол, какое хреновое государство, ау, товарищи, очнитесь, да где вы еще видели столько льгот, чтобы какое-то государство давало, как у нас в России, хватит уже страну хаять постоянно, да, хает и хает, хает и хает. Я не знаю, та же Америка, страна богатая, да, там ничего подобного, как мат-капиталы, материнские капиталы, даже близко нет. Там декрет три месяца, через три месяца давай, шуруй на работу, бегом. Не посидишь, как у нас по нескольку лет, сидят, сидят и вообще на работу не выходят. А наши все стонут, причем, знаете, когда детей делают, они что-то не думают, как же они потом этих детей будут поднимать, и что потом положено им и их детям. Нет, они в момент делания детей о государстве совсем не задумываются. А потом начинают считать, кто же будет поднимать наших детей. Ясное дело, говорю я не обо всех, но знаете, правда, обратила внимание на интересный момент, что обсирает государство и жалуются на него почему-то те, в основном, кто вообще не работает, а те, кто просто тупо рожают детей, да, те, кто вот, это даже не к поберухе, я вообще говорю, да, вообще образно, а те, кто работают, им просто, знаете, жаловаться некогда, им надо работать и обеспечивать свои семьи. А Лёлины обожательницы не понимают, что в каждом регионе для многодетных семей есть свои соцпрограммы, и они, конечно же, отличаются друг от друга. Но как ни крути, жаловаться многодетным семьям на наше государство, на Россию, действительно грех, потому что здесь для многодетных стараются и делают очень и очень многое. А так, конечно же, знаете, если вам не хватает, вам вот эти соцпрограммы платят не для того, чтобы вы, мама или папа, сидели дома, то порожая детей, нет, это вам дают на то, чтобы вы лучше жили, так скажем, просто определенные плюшки, работу никто не отменял. Если вам не хватает, можно идти и работать, как это делаем мы, те, у кого есть один или двое детей. Знаете, я вот все время удивляюсь, как люди вот жилы тянут, многие, да, работают. Слава богу, у меня вот ипотеки не было, но я вот вижу, вижу просто по людям, да, как они вкалывают, работают на двух работах, чтобы семью прокормить, ипотеку выплатить, детей одеть, обуть. А таким, как Жубрева, вот на которых я делаю обзоры, да, сидят одному 40 лет, ей 34, вообще не работают, молодцы такие, не хотят они ходить на работу. Зато как многодетные после барака получили квартиру бесплатно от государства, ничего не делая, вообще ничего. Имеют огромное количество, как многодетные, льгот тоже, и тоже все сидят и все жалуются, но работать не идут, нет. Дурью маются дома, но работать не хотят. Получается, знаете, проще сидеть и ничего не делать, только рожать, нежели идти работать и там, допустим, заиметь ребенка или двоих. По итогу, получается, государство оказывает таким, знаете, лентяем просто медвежью услугу. Взваливает на свои плечи еще больше тунеядцев и плодит еще больше попрошаек. И не важно, сколько детей в семье. Семьи абсолютно все разные. Есть огромное количество хороших, многодетных семей, с которых можно брать действительно примеры, которые живут своим трудом, которые работают. Неважно, где они работают, в городе, живут ли они, держат хозяйство, да, и они при всем при этом живут на свои, не жалуются и ни у кого ничего не просят, да. И это, конечно же, пример. Но вот я говорю, когда государство позволяет и дает слишком много плюшек для некоторых, вот посмотришь передачу мужской и женской, просто волосы встают дыбом. Они рожают одного за другим. Все пьют, не работают, ни туда, ни сюда. Почему рожают? Да потому что они живут за счет вот этих вот детских пособий, за счет этих бедных, несчастных детей, которые потом им в принципе нафиг сто лет, как говорится, не нужны. В общем, друзья мои, начали за здравие, как говорится, а закончили за покой, да. Смешалось все сегодня. И коней, и люди досталось всем, и лельки, и не только лельки. Мои хорошие, вот такой у меня сегодня получился обзор, да, на важные темы, которые действительно очень-очень часто об этом мы обо всем с вами и слышим, и говорим. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok